Счёт не на сотни и даже не на тысячи жизней. В годы Великой Отечественной войны почти 2 миллиона советских людей оказались обречены на чудовищную гибель. Среди них дети, женщины. У нацизма нет обратной, светлой стороны. В день единых действий трагические страницы истории перевернули ульяновские студенты, курсанты. Педагоги строительного колледжа провели урок реконструкцию. Молодёжь на пару часов поменялась местами с героями, пусть и в интерактивном формате. Выходят на экране два поля. Одна ситуация придуманная, но на основе реальных событий. Ребята прослушивают эту ситуацию и затем должны смоделировать выбор, то есть как бы они поступили на месте участника данного события. Моделировали ситуацию одновременно две группы – студенты первого и третьего курсов. Организаторы сыграли на контрасте, чтобы показать изменчивость точки зрения от возраста. Неправильных ответов нет. Как поступить – зависит от мировоззрения, характера и личных убеждений подростков. Накануне простой выбор – остаться верным творчеству или сражаться на поле боя. Здесь достаточно неоднозначная история, но скорее всего я бы выбрала стать композитором и продолжить сочинять музыку, потому что действительно талантливые люди встречаются очень редко. В соседней аудитории – прямое включение со школьниками Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня они вновь объединились с нашими ребятами. Вместе говорили об этнических конфликтах, проводили параллель между историческими событиями. Самое ужасное – вообще вся война. И сейчас то, что творится у нас на Украине, у меня там брат, там происходит очень ужасы такие страшные. Ну, просто людей жалко. Даже если ты выживешь после всех этих действий, то морально всё равно это очень тяжело вынести. В то же время во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл урок мужества – преступления, о которых больше нельзя молчать. Цель всё та же – сохранить правду, не дать подобному повториться. К уроку присоединилась сотня курсантов. Каждый из них, затаив дыхание, слушал, о чём говорят представители поисковых служб. Сколько людей так и не вернулось домой? Скольких настигла врасплох страсть превосходству немецких захватчиков? Скольких погубил геноцид? Чтобы ответить на все эти вопросы, и проводятся подобные мероприятия. Все они – часть проекта без срока давности. К сожалению, и в наше время под различными лозунгами, красивыми словами геноцид пытаются прикрыть. И мы хотим объяснить ребятам сами признаки этого процесса, чтобы они разбирались в этом и, главное, опирались на достоверные исторические факты. В память о каждом, кто так и не обрёл покой, на площади 30-летия Победы возложили сотни гвозди к вечному огню в знак вечной памяти. К памятнику взрослым и детям, погибшим и замученным в плену, пропавшим без вести, в знак неизмеримой скорби. Ещё десятки цветов тем, кто так и не успел вырасти, исполнить свою мечту – детям войны. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.